Сейчас вернёмся к действиям российской авиации в Сирии. За минувшие выходные наши самолёты уничтожили сотни объектов группировки «Исламское государство». Запрещена в России. Главными целями стали колонны бензовозов и заводы по переработке нефти, нелегальной торговли которой важный источник дохода для ИГИЛ. С подробностями Александр Лякин. Сирия, провинция Дер-Эс-Зор. На кадрах, снятых с российского беспилотника, крупное нефтехранилище. Мы видим, как первая же бомба самолёта Су-34 поджигает ёмкость с нефтепродуктами. Через несколько минут горит уже вся нефтебаза. Камера фиксирует точность, с которой боеприпасы ложатся в цель. Кроме ёмкости поражены объекты добычи и переработки. Это только один пример из нескольких сотен ударов, которые нанесла наша авиация по объектам террористов в Сирии за минувшие двое суток. Российские бордировщики с авиабазой КМИМИМ выполняли боевые задачи по уничтожению колонн, бензовозов и нефтеперерабатывающих заводов в районах нефтеносных полей на севере и востоке Сирии. Данные объекты в районах Пальмира, Дерезор и Рака контролируются террористами и являются одним из основных финансовых источников. Почему за год авиаударов западной коалиции по бандформированиям в Сирии эти объекты не тронули? Вопрос открытый. И кто платит деньги террористам за незаконную добычу и транспортировку нефтепродуктов? В любом случае, российская авиация за несколько дней нанесла этому бизнесу серьезный ущерб. Хочу подчеркнуть, что за последние пять суток российскими самолетами уничтожено более тысячи бензовозов-наливников, осуществляющих перевозку сырой нефти на заводы, контролируемые террористической группировкой ИГИЛ. Как всегда, после масштабной операции военно-космических сил Россию обвинили в том, что она бомбит не тех. Правда, после теракта в Париже и Мали таких комментариев стало меньше. А вот выступления отдельных, казалось бы, военных профессионалов, типа официального представителя центрального командования армии США, заявившего, что большинство российских авиаударов нацелено на умеренную сирийскую позицию, не меняются, несмотря ни на что. Причем они делаются, как всегда, голословно, без какой-либо конкретики и фактов, со ссылкой на обезличенный источник. На эту критику российское командование отвечает данными объективного контроля, на которых видно, какие объекты атакует российская авиация. 141 боевой вылет за двое суток. 472 объекта, среди которых склады с боеприпасами, базы, боевиков, штабы и командные пункты. Широко применяются крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-160. Вот один из таких примеров, когда уничтожается пункт управления боевиков, расположенный на окраине города Тель-Султан в провинции Идлиб. Как и в остальных случаях, объект поражается точечно одним ударом ракеты. Сегодня же стало известно, что французские самолеты с атомного авианосца Шарль-де-Голь начали боевые вылеты в воздушном пространстве Сирии, а также нанесли удары по позициям боевиков в Ираке. Флагман французского флота Шарль-де-Голь под размещением 40 тысяч тонн самый крупный военный корабль не только во Франции, но и во всей Европе. На его борту 26 самолетов, включая 18 новейших истребителей «Рафаль». Принимая решение подойти к берегам Сирии, президент Франции Франсуа Алланд пообещал нанести армии террористов максимально возможный ущерб. При этом российские военные по приказу Владимира Путина установили контакт с французским командованием, о чем и было доложено президенту России.